веришь ли ты в прошлой жизни у меня был опыт как-то на тренинге до сих пор помню по-моему это было в октаву там пришла девочка она вот вошла в транс и стала рассказывать какие жизни она пережила она на тренинге прожила 8 своих воплощений этот процесс занял у нас четыре часа почему говорю у нас потому что вся остальная группа сидела наблюдала и помогала я сейчас проговорю не все наверно 8 ее воплощений началось того что и утопили сначала то есть в одном из воплощений привязали на лиги камни и сбросили в болото или в речку куда-то утопили за то что она колдовала потом ее сожгли за то что наколдовала то есть она в одной жизни умерла от этого вторую жизнь она опять стала колдовать и серна не поняла 5 ее сожгли потом она была сотником у чингисхана и она сожгла какую-то российскую русскую деревню и ее отравили потом и она вот умирала на уже в теле война эти сволочи вы все там этот и вот у нее гордыня вот это прям проявлялась проявлялась в еще в одно воплощение ее у какой-то племя украла африканская по моему и ее подвесили за ноги она когда глаза открыла она висела вот так в среди туш и вот разделанных людей вот я помню тоже тогда съели еще одно воплощение было и какой-то турецкий султан ее украл и она была служанкой и украли в молодом возрасте там девочкой она была она девственница таки умерла потому что она где-то прислуживала в этом в гареме она умерла от старости своей смертью у фонтана от скуки да то есть от сожалению что и жизнь сложилась девятое воплощение было это то что она сюда пришла ее ангелы ее душу вели и в общем ее в тело она сопротивлялась я не хочу не хочу потому что все воплощением заканчивались насильственной смертью кроме вот этого где она умерла у фонтана от скуки да тоже не позавидуешь и насколько это правда неправда но человек говорит на старославянском языке потом он говорит там еще на каком-то языке то есть это очень странно наблюдать почему потому что ну это неожиданно человек говорит разными голосами разным говором да на разных языках и и и основной урок в этой жизни был в том что жизнь безопасно что можно ее прожить ярче что не нужно делать подлости там через магию людям что очень важно проявляться самой и она когда была девушкой вот в в этих воплощениях она всегда была очень красивой а в эту жизнь она пришла на такая вот кромненькая скромненькая такой внешности и она такая всегда как будто прячется знаете ее незаметно да она пытается сделать так чтобы было не видно это тоже опыт с прошлой жизни и очень важно чтобы этот опыт человек переживал нужен ли опыт переживания прошлой жизни всем нет потому что за всю мою практику там вот и всех двадцати тысяч человек которые через меня прошли прям действительно нужен был этот опыт это вот ей еще там пару человек о которых мы тоже последующим расскажем и мы с ней это все проработали у всех группу вот такие глаза и все начали я тоже хочу я тоже хочу и я говорю вы знаете это же не вот так не так делается это делается вот с человеком в моменте ему это нужно будет я же просто как проводник я проводник и через меня это идет но у человека так проявляется и выходит значит ей было в тот момент важно это увидеть и осознать конечно по прошествии там недели она сказала что это ее галлюцинации были это все неправда но невозможно так галлюцинировать это не за таких грибов надо на если чтобы такую фигню все увидеть так рассказывать поэтому разные практики бывают по-разному проявляется я точно понимаю что у некоторых людей прошлый опыт очень сильно влияет нас и носить сегодняшнюю жизнь поэтому это тоже есть напиши в комментарии а ты веришь прошлое воплощение в прошлый опыт и вообще есть ли жизнь после смерти как ты думаешь